Розничные продажи в США в октябре повысились на 0,1%, как и в предыдущем месяце. Об этом свидетельствуют данные Министерства торговли Соединенных Штатов. Но аналитиков это не обрадовало, так как они ожидали роста показателя на 0,3%. Тем временем октябрьские розничные продажи без учета автомобилей и бензина повысились на 0,2%. Эксперты ожидали повышения на 0,4%. Кроме того, Министерство труда Соединенных Штатов опубликовало данные по ценам производителей. Так, показатель в октябре снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как экономисты наоборот прогнозировали рост на 0,4%. Показатель цен производителей в США снизился из-за низкой инфляции, дешевого бензина и сильного доллара. Что касается валютного рынка, то котировка индекса доллара США на фоне вышедших данных поменяла свое направление. Господствующая мировая валюта после пятничного снижения до уровня 98,78 стремительно отправилась вверх, закрепившись на уровне 99,01. Поддержка легла на уровне 99,50, а сопротивление на 98,50. И опять-таки затрагивается главная насущная тема – подъем процентных ставок ФРС. Чиновники Федрезерва, прежде чем повысить ставку, ищут доказательства роста инфляции. Замедленный рост потребительских цен – это временное явление, по версии многих членов комитета по операциям на открытом рынке. Несмотря на разочаровывающие данные, участники валютного рынка все еще таят в себе надежду о декабрьском повышении ставки, о чем и свидетельствует сохраняющийся спрос на американскую валюту.